Один из самых известных геймеров мира, Брайан Виньо, скончался во время одного из своих самых длительных онлайн-сеансов. 22 часа у экрана компьютера, марафон, который должен был продлиться сутки, старался изо всех сил. Пил кофе литрами, делал вид, что бодрый и весел. В какой-то момент отошел освежиться и больше не вернулся к веб-камере. И это не какой-нибудь школьник, увлеченный компьютерными играми, а взрослый человек, отец троих детей. Максим Прихода пытался понять, почему люди готовы отдавать за виртуальное оружие для танка огромные деньги, а то и жизнь. О боже, как же я хочу спать! Еще бы, 22 часа безостановочной игры в танке. Американец Брайан Виньо держится из последних сил. Лицо заплыло, под глазами мешки, а в перерывах между раундами он будто бы отключается. Вот я смотрю тут на себя и знаете, как же я все-таки паршиво выгляжу. Это последнее, что геймер успел сказать миру. В игровом чате он написал, что пойдет покурить, но назад на поле боя так и не вернулся. Тело 35-летнего мужчины через некоторое время обнаружили полицейские. Называть причину смерти они пока не спешат, но одно ясно наверняка. Злоупотребление компьютерными играми не могло пройти для него бесследно. Компьютерная игра, как и любое другое занятие, может прямо или косвенно либо провоцировать болезнь, либо послужить смертью. Вопрос лишь в том, где проходит эта грань. Ведь можно любым, абсолютно любым делом, даже, например, голодом или бессонницей заниматься столь длительно, что это повлечет болезнь и смерть. Такой массовой игромания не была никогда. Если раньше компьютерные игры считались уделом подростков, то сегодня ездить на танках и освобождать города с автоматом в руках не считают зазорным и многие взрослые. Вот Михаилу, например, 34, и почти все свободное время он проводит в онлайне. Чтобы соответствовать виртуальному образу, часто приходится тратить реальные деньги. Одна из тенденций последнего десятилетия — игры free-to-play. Парадокс в том, что играть в них бесплатно можно, но совсем неинтересно. Сама суть игры подталкивает геймера к тому, чтобы докупать различные улучшения или амуницию и оплачивать премиум-аккаунты. Суммы порой астрономические. Так, например, в самом популярном сегодня шутере CS GO виртуальный нож продали почти за 24 тысячи долларов. Причем никаких преимуществ игроку он не дает. По сути, это просто картинка. Желание быть лучшим. Это игры, это соревнования. Если человек хочет стать лучше, сильнее в игре, но не может это сделать через свои руки, он может это сделать через свой кошелек в большинстве случаев. Такими темпами оборот мировой игровой индустрии уже приблизился к показателю в 100 миллиардов долларов ежегодно. А сами игры с каждым днем становятся красивее и сложнее. Яркие образы и замысловатые сюжеты притягивают все больше потенциальных геймеров, так что бежать от реальности теперь легче и интереснее, чем когда-либо. Максим Прихода, Виктория Кузьминова, Сергей Зайцев и Андрей Никитин. РЕН-ТВ.